Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир, телефон в студии 202-11-22. Звоните, мы открыты для диалога, для разговоров по душам. Да, мы продолжаем еженедельно разговоры психологического толка, но мой интерес, ну, наверное, наш интерес, и я тут объединю в том, чтобы выйти, это я так напоминаю, немножко разогреваю наш разговор, выйти за пределы какого-то утилитарного понимания психологии, как, ну, какой-то абсолютно прикладной вещи, прикладной практики, как сейчас, да, со своим словарем и так далее. Вот. И, может быть, вот, по крайней мере для меня это важно, одна из задач передачи в том, чтобы, ну, может быть, предложить идею тем людям, которые еще ее не слышали, что психология в бытовом смысле намного шире, чем она представлена в кабинете у психолога, у психотерапевта, на приеме у психиатра. Ну, то есть некоторые люди прямо почти так и выражаются, что для них психика возникла тогда, когда с ней стало что-то не так, ну, например, у ребенка, да, вот, причем это бывает забавно, что приходят родители и приводят ребенка, у них психики нету, ну, звучит это по-другому, конечно, у нас все нормально с психикой, да, а у него ненормально, у него она как будто появилась. Вот. И, в общем, вот это вот наш, мой интерес и попытка об этом говорить, не только потому, что я связал свою жизнь с психотерапией, психологией, но еще и с тем, что, на мой взгляд, масса вопросов, которые люди себе задают в жизни, большая часть ответов лежит, по крайней мере, ну, в этой сфере или в этом способе думать. Вот так, наверное, я бы сегодня начал. Ну, я добавлю, что мы, на мой взгляд, стараемся в любых историях, с которыми к нам обращаются телезрители, не давать оценку, да, не относить эти истории к категориям, хорошо ли это, плохо. Мы стараемся здесь и сейчас немножко поговорить о переживаниях, которые сопровождают эти истории, эти события в жизни людей. Да, и я бы еще вот что добавил. Я, по крайней мере, все больше об этом в последнее время думаю, ну, и вы, наверное, вынуждены будете следовать за нами, за мной, о том, что психология, психика – это не отдельная какая-то сфера, касающаяся, ну, того, что находится у кого-то в голове, у кого-то в душе, ну, такое, да, есть там, я не знаю, математика, есть, не знаю, там, физика, да, есть экономика, есть психология, как раздел наук каких-то социальных и так далее, да, посмотреть на это как на, ну, в каком-то смысле на это, это на свою психику, на свою душу, как на, ну, такой вот особенный континент, внутренний мир, который, в общем, целый мир, да, не только континент, может быть, мир, космос, кто-то говорит, да, который, в общем, как-то хитро, сложно устроен и таит разные тайны, сновидения оттуда какие-то к нам прилетают, да, и мы их видим, вот, я просто знаю часть людей, так, в общем, говорит, ну, приснилось и приснилось, ни к чему, да, вот, я до сих пор встречаю ситуации, когда люди, ну, считают, что, как я уже сказал, психики как таковой нету, и все разговоры о настроении сниженном, о страхах, они, ну, просто решаются волевым усилием каким-то, да, не бойся, улыбнись. То есть перестань чувствовать. Ну, как-то так, да, как-то так. Вот, и это смыкается, я, может быть, продолжу, мысль, которую мы в прошлый раз начали развивать, и ушли к идее апокалипсиса, это тем, кто, может быть, смотрел, а кто не смотрел, ну, смотрите, ролики есть. Вот, это смыкается с идеей, ну, как это было представлено в прошлый раз, маски и образа, то есть чего-то, что вот в таком социальном пространстве мы на себя нацепляем, это тоже общее место, я не буду сейчас долго на этом останавливаться, вот, но в кабинете психотерапевтическом, по крайней мере, я вижу людей истощенных, изможденных, может быть, сами пока они не понимают, что они устали этот образ носить. Вот, ну, просто сил уже нет. Образ, с которым они проживают свою жизнь? Образ крепкого, сильного мужчины и отца семейства, образ сильной волевой женщины, которая... Способна самостоятельно решать проблемы и вопросы? Способна самостоятельно, да, воспитывать одна ребенка, не плакать, в общем, устраивать себе каким-то образом личную и неличную жизнь и так далее. Образ ребенка, который должен хорошо учиться, который должен принести пятерки, там, еще что-то, да, поступить куда-то и так далее. Ну, в общем, и вот мы, с одной стороны, вот передаем друг другу эти какие-то образы, ну, как бы предписывая, что ли, да, так себя вести. Там ведь в чем еще часто есть такая трудность? То есть люди, ну, если так говорить немножко шутливо, слышат голоса внутри себя, но это не те голоса, как у людей нездоровых душевных, ну, буквально, да, галлюцинации. А это такие, ну, мысли, которые можно было бы назвать осуждающими, критикующими, когда человек, ну, вот что-то делает и одновременно слышит этот голос, ну, не в буквальном смысле, да, имеет в голове эти мысли, которые заставляют его что-то чувствовать. Ну, например, он что-то делает, одновременно испытывает чувство вины, да. Или постоянно сидит, как инструкция такая, ты должна, ты должна, да, и как будто бы человеку кажется, что это мой голос, но, возможно, это голос кого-то из значимых фигур, родителей, которые вот внутрь. Я сейчас, может быть, вот такой еще поворот сделаю, Елен, пока мы с вами тут завариваем, мы обычно завариваем какую-то кашу. Ну, мы ждем истории от нас, телезрители, напомните, телефон в студии 202-11-22, звоните, у нас прямой эфир. Да, звоните, перебивайте нам, но вот эту сырую кашу, в которой пока нет топора, топор мы от вас ждем, мы завариваем. Вот. Я могу сказать, что мы можем двинуться немного дальше, и вот этот вот разговор о том, что эти предписания внутренние, это обычно предписания родительских каких-то фигур, это стало тоже таким общим местом. Ну, в общем, местом даже не только среди психологов и психотерапевтов, но все понимают, о чем идет речь, когда специалисты так говорят. Но сейчас и в основном люди начитанные, да, информированные, понимают, они говорят, да, все, я лучше, ну, или не лучше, я понимаю, о чем вы говорите, говорит такой человек. Вы говорите о моих родителях, да, что я, ну, или там бабушки-дедушки, или там еще кто-то, братья-сестры старшие, которые вот мне чего-то проговорили. Как себя надо вести, как себя надо позиционировать, что нужно делать, да, что не нужно делать. Вот. Я бы хотел немножко дальше шагнуть и сказать, что, ну, вот эти предписания, они ведь не обязательно ограничиваются семьей, не обязательно ограничиваются людьми. Это могут быть предписания, но, ну, если хотите, божественные. Но в том смысле, а? О, как! Да. Но в том смысле, что некоторым предписаниям так много лет, что нельзя сказать, что их сочинили мои или ваши родители, или чьи-то. Вот. Ну, например, предписание или вопрос о том, а что подумают люди. Вот. Кажется, что это мне мои мамы с папой, так сказать, сказали. И, ну, надо разобраться, поговорить там в рамках какой-то терапевтической процедуры с мамой и с папой. Вот что-то сделать с этими мыслями, освободиться. Но тут вопрос, насколько, во-первых, это сказали мама с папой, потому что это, ну, определенная культурная традиция. Мы все равно прислушиваемся к мнению других людей, да, и соотносим свое поведение с их мнением. И, конечно, очень важно, мы вглядываемся в глаза, когда себя каким-то образом ведем, да, в глаза другого человека. Мы смотрим на реакцию, ну, в общем, мы как-то так вот соразмеряем. То есть можно говорить, что это не столько мама-папа, а это уже встроено в нашу структуру на более таком уровне ДНК, может быть, генов каких-то? Ну, вот я думаю, что это на уровне тех структур, которые передают и сохраняют культуру в человеческом обществе. Я не сильно уверен, что это на уровне только ДНК или в первую очередь ДНК, ну, как биологических каких-то носителей. Это на уровне других носителей, других механизмов, да, связанных, я сказал, с культурой, с высоким. Поэтому, или там идея обмана и ожидания наказания. Вот я, например, недавно, ну, так вовлекся в историю о Прометее, вот, мне стало интересно, ну, немножко поузнавать про его судьбу. Такой титан был, ну, или бог по-разному, вот, который считается в том числе родоначальником жертвоприношений, да. Да, и он поступил очень интересно в ситуации жертвоприношения. Он предложил богам, ну, в первую очередь Зевсу, он предложил кости и жир, обернутые в шкуру. Ну, так решил обмануть, да, принести что-то в дар богам, а мясо, вкусные куски какие-то, да, оставить и не давать. Вот, это очень интересная идея, я просто читаю, что из этого целые, так сказать, исследования, трактаты, статьи и мысли. Что, в общем, мы такие люди-существа, которые вот где-то на уровне даже вот такого божественного какого-то титанического промысла, да, мы вот таким образом поступаем. И, конечно, наверное, мучение о том, что ты кого-то обманул и одновременно ощущение прироста, выигрыша, сохранения. В общем, это не так просто. Я специально вот этот пример привожу, чтобы вывести историю из внутрисемейной какой-то ситуации, да. Мы так очень хорошо, но слишком много, мне кажется, мы, психологи, психотерапевты, зацикливаете. То есть вы из микрокосмоса это переводите в макрокосмос? Ну, из, может быть, семьи в более широкую рамку и, может быть, это позволяет нам задавать какие-то вопросы, которые, может быть, и не сильно лежат на поверхности. Как же тогда людям преодолевать вот эти культуральные паттерны какие-то, образ мыслей, восприятие себя и окружающих, ну, если у человека возникает желание это изменить? Как? Он же оказывается в той же культурной среде, среди таких же своих собратьев, которые думают практически точно так же, ну, может быть, с вариациями. — Елена, вот это очень хороший вопрос. Я бы его так эпиграфом к нашей сегодняшней передаче оставил, как изменить, потому что идея, почему бы я оставил? Потому что идея изменений, идея трансформации, идея, я тоже здесь повторяю общее место, идея Алексея 2.0, 3.0, ну, улучшенного варианта, она очень актуализирована сейчас, она очень востребована. Причем требована люди приходят улучшить себя в коммуникативах, ну, это вот эти самые soft skills, да, если применительно к трудовой деятельности, но неважно, это и в коммуникативных каких-то практиках, да, люди приходят для того, чтобы освоить одно, другое, третье, выйти из-под давления, да, распорядиться со собственными страхами, с тревогами, со стеснительностью. В общем, покинуть одну оболочку, одной мага и в другую оболочку прийти. Или же, что мне кажется, очень близко находится, скинуть лживую, фальшивую оболочку, мы об этом в прошлый раз говорили, да, и, наконец-то, приставить истинными. Вот эта идея того, что внутри где-то живет истинное я, свободное, спонтанное, светлое, открытое, ну, еще какое-то, да. Это утопия. Я, скажем так, это одна из идей взгляда на человека, но не единственная. Я могу предположить, что вы в своей деятельности наблюдаете следующие процессы, то есть, ну, условно говоря, возьмем женщину, мне проще говорить от лица женщин. Женщина, которая слабая, но оказалась в каких-то трудных жизненных ситуациях, которая вынуждает ее вырабатывать в себе навык сильный, ответственный, решающий какие-то проблемы. И она на протяжении какого-то промежутка времени осваивает это, иногда лучше, иногда хуже, но в какой-то момент она это хорошо в этом существует, и это ее такая зона комфорта, как сейчас тоже. Например, работа, да? Ну, например, работа, да. Но потом оказывается, что вот этот ее образ о себе, он становится ей тесным. Она начинает себя искать и пытаться найти себя настоящую, как вы говорите. И в этих попытках она опять какие-то навыки в себе нарабатывает, отрабатывает, осваивает. Но наверняка вот как раз мой вопрос в том, что вы наблюдаете в кабинетах, когда вот этот очередной этап освоения пути к себе, к настоящему, тоже в какой-то момент становится тесной рамкой, из которой человек уже дальше к чему-то переходит. Ну, я соглашусь, если мы говорим о том, что идея себя настоящего и ненастоящего может становиться узкой рамкой. И выглядит это таким образом. Люди испытывают, приходя, например, на прием, они об этом говорят, да, испытывают чувство стыда, вины, злости на себя, когда, во-первых, они этой идеей руководствуются, и, во-вторых, когда они получают, ну, какие-то отклики со стороны. Ну, ты фальшивый, ты фальшиво смеялся, ты сегодня был ненастоящий. В общем, человек таким образом… Такая провокация. Ну, да. Ну, это по-дружески же звучит, да? Ну, да. Или там, вот, ты в плохом настроении, это не ты, да, в хорошем… Помните, как в рекламе? Ты не ты, когда голоден, да? Вот. Вот очень хорошо здесь это поймано. Вот. И вот эта вот попытка убежать от одного себя и прийти к какому-то искомому другому идеальному образу, она очень… Ну, она и очень нарциссическая, я использую это слово, да, такая, себелюбивая. Вот. Почему это единственная идея? Ну, потому что, как минимум, есть вторая идея, в которой можно говорить, что те образы или маски, которые человек носит, да, которые он вынужден носить или вынужден вырабатывать, или он их приобретает искусственным таким образом… Например, мне рассказывали ситуации о том, как люди для того, чтобы, ну, как-то выглядеть, копировали чьи-то жесты, например, да, вот они смотрят по телевизору, понравившееся какое-то поведение, да, и пытаются это разыграть, копировать, вплоть до того, когда они так же начинают себя вести. Вот. Можно исходить из того, что это все части того многоликого я, многоликого какого-то целого, да, и тогда решаются какие-то другие вопросы, может быть, по согласованию этих частей внутри целого, да, не по отбрасыванию, а по согласованию. И не испытывание чувства вины за каждую из этих частей, которые, возможно, вот в какой-то момент, вот я говорила, да, женщине приходится формировать в себе способность быть синей, ой, синей, господи, извините, я говорила, сильной, ну, и не испытывать за это чувство вины. Ну, в тот момент это было актуально, в тот период жизни, да, мне это было необходимо, чтобы выживать самой, помочь поставить на ноги своих детей. Сейчас передо мной другие задачи, но это часть моего прошлого, и не отрицать как-то его. Да, в этом смысле ваша оговорка, она очень, ну, то есть сила... Я почему-то про цвет настроения синий, я не знаю, всплыла в голове. Ну, можно быть сильным до посинения, то есть есть такая фантазия, или есть... Моя фантазия сразу откликнулась на ваши, да, то есть можно вот очень упрямиться и упорствовать в этом направлении. Вот, и да, вы правы, это снимает, по крайней мере, одну часть проблем, правда, вызывает, появляется другая, но можно предположить, что она будет более, может быть, интересна для человека, который так посмотрит, да, который не будет с собой воевать, который не будет искать лучшие какие-то варианты себя, предлагая их. Ведь как тут еще определишь лучший вариант? Каждый раз приходится его согласовывать с другими, со значимыми другими. А вот я сейчас пришел, я спонтанный, откровенный и еще какой-то. Вам вообще нравится или не нравится, да? Или тоже идея, мне нужно достичь такого статуса, где я бы вообще ни о чем у вас не спрашивал. Ну, то есть вот, я вот какой есть, такой есть. Ну, в общем, здесь много всяких штук. Мы вот здесь, я так сейчас обращаюсь, Елена, может быть, у нас между собойчик такой возник, но я не забыл про телезрителей. Я не знаю, как вы во всем этом разбираетесь, может быть, у вас есть какие-то идеи. И я знаю, что мне иногда вот бывает трудно в этом разобраться, когда вот этот вот калейдоскоп образов, калейдоскоп подозрений к самому себе возникает. И в этом возникает масса чувств. И конфликтов, например, между долгом и желанием. Я должен быть таким, а хочу быть таким. Ну, в общем, как-то вот так это происходит. Если у вас есть какое-то свое мнение, свой опыт, и вы готовы с нами поспорить, может быть, даже поконфликтовать, расскажите свою историю. Мы ждем от вас, как выразился Алексей Топора, чтобы сварить эту кашу сегодняшнюю. Я даже, наверное, так еще шаг сделаю. Те массированные, массивное количество депрессивных расстройств, по крайней мере, это словечко тоже прочно вошло в обиход. По разным причинам, мы тоже об этом как-то уже говорили. Оно в том числе связано с тяжестью ношения вот этих образов, конфликтного ношения. И попыток от них отказаться, конфронтировать внутри с этим. Ну, в общем, там масса каких-то таких вещей возникает. Очень сложно. Если вам сложно позвонить нам, то мы предлагаем обратиться через нашу группу ВКонтакте, которая называется «Разговор по душам» на Самары ГИС, где в обсуждениях или даже в личных сообщениях вы можете задать вопрос одному из ведущих. И мы готовы обсудить это анонимно, да? Без привязки. Да. Все равно так получается, что те вопросы, которые возникают в голове одного человека или в душе, в психике одного человека, они касаются, как потом оказывается, многих людей. И когда один человек начинает отвечать на свои вопросы, и если так случается, что вдруг рядом присутствуют другие люди, оказывается, что они тоже как-то начинают двигаться в ответе на свои вопросы. Или, может быть, хотя бы в постановке своих вопросов, да? О каких-то сложных вещах. Вот. Поэтому я думаю, что вопросы, комментарии какие-то можно действительно оставлять анонимно. Алексей, обычно этот вопрос я задаю в начале нашей программы. Ну, сегодня немножко перевернем. Вот прошла неделя после прошлого эфира. С какими вопросами к вам приходили? Мне кажется, это такое присоединение к реальной жизни, где люди приходят к вам и каждый день рассказывают свои реальные какие-то истории. Если можно вот коротко. Ну, коротко, если я могу сказать, что, может быть, ну, поскольку я в центре работаю, у меня есть еще возможность с коллегами обсуждать, да? То есть это не мнение из одного кабинета моего или из одного приема. А поскольку я работаю с коллегами и детскими психологами, и психиатрами, и подростковыми, да? И взрослыми психиатрами. То есть мы можем как-то обменяться. Вот эта вот тема, она меня очень захватывает. Может быть, еще и потому, что я отец детей этого возраста. Ну, это уже не подростковый, да? Ну, назовем так. Так, 18, 20, 22, вот так вот где-то, да? Четыре года вот эти. Поколение двухтысячных. Вот так вот, да? Плюс-минус. Вот это ребята, которые учатся на первом... Я уже говорил об этом. Я просто могу вернуться. Это очень интересно и важно. Это ребята первого-второго курса. Это родители мои ровесники. Плюс-минус, да? Вот. И у этих ребят, у родителей, они вот с этим приходят. Замечательные, умные, отличники с дипломами, с достижениями спортивными всякими, да? И в школах искусств. И с определенного возраста у них возникает очень серьезный вопрос за... Существующий за жалобами. Сначала жалобы, потом вопрос. Жалобы, не хочется никуда не идти, нету сил, нету желаний. Ну и вот, как вы говорили, я не вижу вообще смысла во всем этом. Не вижу смысла. Раздаются робкие идеи. Поменять институт, поменять город, найти партнера. Ну, в этом возрасте это важно, да? Сейчас это называется партнер в основном. Вот. Найти друзей. Ну, то есть, вот хоть что-то, хоть что-то сделать, да? Но оказывается, что... Оказывается постфактум, что это не спасает. Ну, сходил, пообщался, поменял институт, еще что-то. А ощущение, переехал ощущение какой-то такой бессмысленности, вялости, апатии, не проходит. И мои ровесники-родители и бабушки и дедушки, которым сейчас в районе 70-80, это люди еще дальше укорененные в советскую действительность, в другую действительность, я вот это хотел сказать. В общем, говорят, слушай, ну, вот, надо чем-то заняться. Надо все-таки там учиться, работать. Не очень понятно, чего маются эти дети. Вот, родителям, а уж тем более бабушкам. Бабушкам и дедушкам точно, вот, не очень понятно. У тебя все есть. Смотри, вот у меня не было там того, сего и пятого. Я ходил в институт за 10 километров или там еще что-то ездил, недоедал, мерз и так далее, и учился. У тебя все есть. Есть теплая квартира, тебя возят родители. Не зажигается. Вот что-то такое в этих детях не зажигается. Но у меня, вот, я тоже к этому подводил. Я бы очень хотел услышать ответы зрителей наших, как это они для себя понимают. Вот у меня ощущение, что это не зажигается, потому что вот что-то у нас, у взрослых, или потухло, или тоже не зажигаются. И наши дети не очень видят это. То есть они копировать-то наше поведение могут. Они уже и работать могут в этом возрасте, ну, потому что мы работаем. И они как будто вот смотрят на нас, делают все то же самое, а жизни в этом нет. Как будто бы мы, взрослые, пока не до конца понимаем, в чем запрос у этих детей. Ну, как вы тоже говорили, что описывает человек симптоматику, и вроде проблема, но на самом деле оказывается, что это вот формулировка проблемы, она только на поверхности, а там вот есть какая-то другая глубина. И пока нам, взрослым, хотя мы обладаем знаниями, профессиональными знаниями о психологии, о психиатрии, там, и о психике, но мы пока не можем понять, о чем эта глубина, как бы, да, хочет нам сказать, задать вопрос или что-то получить. Я соглашусь. На медицинском или на клиническом уровне у нас есть ответ, и этим детям ставятся, ну, какие-то заключения. Я сейчас не буду говорить диагнозы, это не обязательно такой клинический какой-то, да, момент. Ну, в общем, что-то, как-то это может быть квалифицировано, назначена какая-то помощь медицинская, медикаментозная или психотерапевтическая, или совместная. Ну, вот что-то они приносят такое, я их объединяю, да, что-то они такое приносят, над чем можно поразмышлять, вот так вот подумать. И мы с коллегами собираемся и тоже пытаемся разобраться, что такое вот они приносят. Какую-то такую бессмысленность, какую-то такую пустоту какую-то приносят, да. Конечно, можно по этому поводу исторические параллели проводить, ну, заглядывать в 2000-е, начало 2000-х годов и так далее, вот демографическую какую-то ситуацию исследовать. Спасибо, Алексей. Да. Прерву вас, у нас мало времени. Спасибо, что смотрели нас. Участвуйте в наших прямых эфирах. Берегите себя. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин